Привет, ребята! Меня зовут Никита, фамилия моя Замиховский Мегалокарди. Я один из инструкторов школы серфинга Sur Discovery. Инструктор я уже около 12 лет. Начал я свой серфинг в 1994 году. И сейчас с удовольствием этим самым серфингом делюсь здесь, на светлых водах Индийского океана в районе Куты. Очень часто общественность интересуется, насколько физически развитым нужно быть для того, чтобы кататься на доске. Дело в том, что, друзья мои, физически развитым нужно быть, чтобы жить полноценной, полнокровной, настоящей жизнью. Для того, чтобы кататься на доске, безусловно, никакая лишняя физика не помешает. Однако серфовые навыки тренируются только во время серфинга. Борьба тренируется борьбой, бег тренируется бегом, а серфинг, гребля в частности, тренируется только греблей на доске. Что такое серфинг? Ответ на этот вопрос однозначным быть не может. По одной простой причине серфинг многозначен. Прежде всего. Для кого-то это атлетика, для кого-то это просто возможность весело и интересно провести досок в отпуске, для кого-то это становится целью жизни, а кому-то это оказывается тропой к себе, к себе настоящему, действительному. Мы все родились когда-то без одежды и без мыслей. Только с одним желанием. Жить светло, радостно и счастливо. И также светло, радостно и счастливо мы находили маму, к ней прижимались и нам было хорошо. В серфинге, на самом-то деле, мы тоже прижимаемся к такой маме. Это моя мама большая синяя вода. И когда мы оказываемся там, в ее объятиях, мы действительные, мы настоящие. И кто знает, может быть именно такой подход к серфингу и сделает его быстрее, проще и веселее, чем просто обозначение его для себя как атлетики или как обычной забавы. Но еще, пожалуй, чаще всего спрашивают, когда же мы заедем наконец-таки в трубу, то есть заворачивающуюся волну. На самом-то деле, ответ на этот вопрос у меня его как такового нет. Почему? Потому что я не знаю, поскольку мы здесь занимаемся первой, ну, редко второй ступенью серфинга. Вот, помогаем людям осваивать пока что только пенку, либо небольшие плавные волны, как бич-брейк, так и риф-брейк. А катание в трубе требует уже достаточно хороших навыков. Поэтому этот момент приходит, ну, после нескольких, наверное, все-таки лет тренировок. Поэтому, конечно же, нам с вами нужна будет физика. Однако, имейте в виду, что готовы грести здесь должны быть все и грести много. Отжимайтесь от пола, подтягивайтесь на перекладине, качайте пресс и, в принципе, вы уже будете готовы к тому, чтобы начать настоящие нагрузки. Дорогие друзья, те из вас, кто мечтает о волне, должны, прежде всего, отдавать себе отчет в том, что раз вступив на этот путь, свернуть с него уже не удастся. Сёрфинг начинается и никогда не заканчивается. Продолжение следует... Продолжение следует...